так я начала вязать и поняла что упустила достаточно важный момент смотрите вот эти прибавки которые мы будем делать дополнительные я буду делать я буду делать из петли предыдущего ряда потому что я буду делать накид то это драка конечно будет совершенно не к месту поэтому аккуратно нахожу смотрите вот петля а вот под ней нахожу и провязываю из петли предыдущего ряда и из этой петли прибавка совершенно незаметно и снова 1 так это было раз два три 4 5 6 7 8 поползли куда-то мои руки и снова петля предыдущего ряда прибавка 1 2 3 4 5 6 7 8 ну вот и получилось снова прибавка уже на реглане и пошла дальше на рукава вы здесь я ничего не делаю никаких прибавок этот раз и так вот провязываю на спинке точно такие же прилавки сделаю и продолжу вязать и так у меня связался весь реглан я провязала все все те рядочки пока это все выглядит безобразно и непонятно и как вы наверняка заметили у меня до сих пор поворотные ряды то есть я до сих пор не соединила свою планку пола то я решила что то расстояние которое изначально думал этого слишком мало ты какое-то детское расстояние вот провяжу весь реглан и и как раз таки вот поставлю кнопочки чуть позже покажу да то есть я не поставлю в процессе вязания так следующий ряд это первый ряд когда мы закончили реглан первый ряд вязание непосредственно самого тела в этом ряду мы с вами во первых соединим наконец-то наше платье в круговое вязание то есть вот здесь у нас чуть меньше станет петель в работе и планка наконец-то станет планкой дальше мы отсоединим петли рукава то есть я их буду откладывать на леску я подготовила две лески у меня правда не у разной длины но ничего страшного оставляю на леске петли потому что пряжа своеобразная и я боюсь просто что я потом с пряжи до или если крючком буду закрывать могу не словить ну то есть я просто сама себе облегчаю работу если лесок нет запасных что вполне себе вероятно просто на ниточку или на ниточку на толстенькую то есть возьмите какой-нибудь толстый полухлопок или толстую полушерсть ну то есть не тонкую ниточку чтобы не искать эти петли и в этом же ряду будем набирать петли для подрезов потому что ну чтобы получить полное количество петель на тело так начнем с начнем с планки у меня ряд провязан до конца как видите и вот я закончила вязание господи я бы должна сейчас была вязать лицевой ряд в поворотном вязании значит мне нужно снять со спицы и распустить потому что я как бы лишние петли провязала чтобы они меня тут не болтались то есть пряжа конкретно должна распуститься до определенного момента снимаю 1 2 3 4 5 6 7 то есть кромочную 6 петель планки здесь снимаю маркер и снимаю еще одну петлю которую я буду провязывать с кромочной с предыдущей планки теперь нам нужно совместить петли значит смотрите по идее вот если смотреть на вот здесь у меня голова как будто бы туда пошло тело вот эта планка должна оказаться сверху поэтому я перекладываю сверху снизу у меня петли на левой спице и сейчас я поочередно буду провязывать по 2 петли вместе лицевой очень боюсь что может убежать убежать все вместе поэтому буду аккуратно плюс я еще и на весу вижу значит я провязываю подхватываю со вспомогательные спицы из рабочей спицы левой точнее спицы да по петле и провязываю вместе лицевой дальше уже по точной вязке у меня не будет спрошу не убегайте петли я вас потом жизни не найду делаем все это очень аккуратно не стараемся вязать не не расхлябано значит раз-два ну что-то у меня левая рука не слушается 3 наверно уже заморзла 4 5 5 6 7 и теперь смотрите на спицы задние да на рабочей левой у меня есть маркер он отделял планку я провяжу сейчас кромочную петлю вот эту вместе с первой петлю лицевой глади уже непосредственно само платье они планки 8 провязали ура ничего не убежала все вязание соединилось никаких швов вяжем дальше значит дальше у меня лицевая гладь я должна довязать до маркера регланной линии 1 вот здесь дошла у меня тут последний как раз таки накид последняя прибавка еще не провязана маркер снимаю провязываю 2 петли реглана они у меня идут в тело снимаю 2 маркер дальше теперь на вспомогательную леску спицей конечно же я снимаю петли рукава все все 43 смотрите чтобы с правой спицы да вот здесь не убежали петли все таки там все брошено до до маркера вот да вот этого так маркер я уже сняла спицу я в принципе тоже уже могу снять но я это сделаю за кадром чтобы не занимать ваше время дальше продолжим работу с телом нашим нам нужно добрать 13 дополнительных петель для подреза для формирования подреза я буду набирать их способом скрещенный накид значит буду заворачивать петли вправо вот взяла ниточку вот таким образом нить от кубка вот она с этой стороны точнее вот от кубка вот от работы и пальчиком поворачиваю крово вязанию к правой руке и дай добираю раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать тринадцать сильно эти петли не затягиваю просто потому что боюсь что их потом следующем ряду не смогу провязать и теперь смотрите дальше у меня регланная линия я это же провязываю и она у меня становится петлями тела да этот маркер тоже снимаю и пошла петли спинки провязываю также все прихожу ко второму рукаву здесь тоже самое регланной линии провязываю петли рукава снимаю на дополнительную леску и прихожу маркер конца начала ряда думаю здесь все понятно поэтому закончим этот ряд самостоятельно и так весь круговой ряд провязан я вешаю маркер конца начала ряда рукава у меня как видите отделились давайте попробуем посмотреть что получилось вдруг что туда будет видно так все равно проблематично леска коробка точнее спицы сами по себе коробки ну вот ну уже что-то видно значит верхняя часть у нас готова в принципе это самое сложное в этом изделии да что могло только быть теперь нам нужно сделать расчеты по вязанию тела значит я говорила о том что я хочу провязать какую-то часть до самой широкой ориентировочно до линии талии по прямой до дальше вот линии талии я начну делать прибавки и прибавки буду выполнять до расширения до максимального объема бедра до точки где у меня самые широкие бедра и дальше буду чуть-чуть платье сужать для того чтобы она у меня но не заворачиваюсь то есть немножко вот книга сужалась вот значит для этого мне понадобится небольшие метки нужно будет снять я сейчас все это запишу и к вам вернусь значит смотрите я прямо вот здесь на все нарисую до для того чтобы мне никуда уже не перелистывать потому что здесь расчетно несложно давайте я вот на самом платье я изначально купить эти хотела полностью трапецию груди но я изменила кое-что это свой мастером случилось значит я какую-то часть провяжу по прямой дальше я начну делаюсь прибавки и потом немножко платье сужу вот так это будет выглядеть значит вся моя длина вот этого красного отрезка от низа изделия до нет ни за изделия от конца лицевой глади потому что снизу будет еще у меня провязана какая-то часть поточной вязки 10 рядов так как и на горловине то есть где-то ориентировочно вот до вот этого момента и до района подреза у меня всего 65 сантиметров значит вот здесь у меня расстояние по прямой вышло 19 сантиметров я буду вязать по прямой вот это дальше следующее получается 21 сантиметр вот здесь 21 сантиметр я буду делать прибавки расширять платье к самой широкой точке до бедер но у меня это расширение будет условно потому что бедра у меня на самом деле ниже меньше чем обхват груди поэтому просто для того чтобы придать правильный скажем так силуэт этому платью и последний участок у самой широкой точки бедер до не конца лицевой глади у меня будет 25 сантиметров значит по прямой без вопросов да то есть вяжем так как есть столько петель сколько есть главное высчитать сколько это рядов значит смотрите нет у меня высчитано в одном сантиметре количество рядов поэтому буду считать по образцу значит первое действие уже накалякала значит 32 ряда я делю на 14 сантиметров и умножаю на 19 сантиметров которые мне нужно будет провязать по прямой 32 делим на 14 умножаем на 19 значит по прямой мне нужно провязать равно сорок три ряда напишу прямо без прибавок дальше я буду начинать выполнять прибавки и у меня это будет 21 сантиметр а значит то же самое 20 я не буду уже делать вот такое действие да просто напишу что 21 сантиметр это 48 рядов 48 рядов и третья вот эта величина у меня 25 сантиметров а это 57 рядов ну и в конце 10 платочки ну и давайте я сразу высчитаю сколько я буду петель прибавляйте сколько буду потом убавлять значит сейчас у меня исходя из моих расчетов ширина готового изделия не ширина а обхват готового изделия по груди 116 сантиметров я как уже сказала у меня бедра меньше чем грудь поэтому я ну для того чтобы было свободно удобно сделаю плюс 10 сантиметров к бедрам да то есть от вот этого момента до самого широкого момента бедра у меня прибавится плюс 10 сантиметров по петлям 10 сантиметров по петлям это у нас получится 30 разделить на 19 умножить на 10 15 , 7 и так далее мне нужно округлить это число до ближайшего числа в большую сторону конечно кратного 4 у меня это 16 то есть плюс 16 петель у меня получится то есть я сделаю в чего всего четыре раза прибавки до 16 петель в каждом ряду будет прибавляться по 4 петли по бокам бокового шва по линии и бокового шва то есть вот одна прилавка будет по переду другая там же по спинке и здесь по переду по спинке и поскольку по 4 прибавки в ряду то всего получается если 16 петель прибавить надо прибавить четыре раза значит я прибавлю вот вот просто пока вот так вот распишу 1 2 3 4 точки прибавки и потом это же количество петель я убавлю на тоже раз два три четыре то же самое количество петель выйду снова на 116 сантиметров платье моего немножко книзу заузится и будет иметь правильную форму единственное что получается что здесь я буду делать прибавки в одном ритме а убавки буду же делать чуть реже потому что здесь сантиметров то побольше ну и дальше платочная вязка в принципе все дальше понятно сейчас когда мы будем вязать первый ряд нашего платья уже когда будем провязывать круговой ряд и провязывать петли подрезов нам нужно выделить среднюю петлю в подрезе у меня петель в подрезе 13 соответственно я ну повешу допустим я могу выделить следующим образом 6 петель макер 1 петля макер 6 петель да то есть это будет тогда серединка и как раз таки там где маркер я буду выполнять прибавки а могу пока повесить один маркер но для себя где-то пометить ну как я как я распределила эти прибавки так уже пора включать счетчик это первый ряд кругового вязания из скольки из 43 рядов которые мне нужно провязать по прямой поэтому самое время включить счетчик рядов или начинать делать запись сейчас просто покажу как сделаю я с реглан с боковыми швами мне нужно выделить и плюс еще вдруг у кого-то возникнут вопросы как провязать петли подреза я наверное сразу выделю маркерами среднюю петлю и больше не буду об этом думать так у меня закончилось вязание переда вот видно дальше что будут подреза петли подрезов провязываю также за переднюю стенку 1 2 3 4 5 6 у меня 13 петель в подрезе соответственно седьмая петля она средняя вот я вешаю маркер после 6 ну вообще ничего не вижу на таком расстоянии провязываю седьмую и после седьмой также вешаю маркер и провязать должна еще 6 петель подреза просто выделила среднюю петлю маркерами с двух сторон потому что потом не не получится спуститься на по петельке отследить где это центр софт и конечно пряжи в этом плане загадочная скажем так так ну и в принципе что мне тут вас мучить своим ковырянием петель все пошли петли спинки провязываю спинку и провязываю точно так же петли подреза на втором подрезе то выделяю тоже среднюю петлю и продолжая вязать по прямой 43 ряда всего мне нужно провязать встречаемся когда я провяжу всю 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 длину по прямой и когда придет время выполнять прибавки я к вам обязательно вернусь и так значит я провязала 43 ряда по прямой своего платья здесь уже немножко больше все нужные моменты я вам сразу сейчас и покажу то чтобы нам уже дальше продолжить работу не заостряя внимание на именно видео значит смотрите я честно уже перешла к приватку но у меня было время свободное и мне было жалко его тратить пустую поэтому я решила что я начну вязать прибавки просто покажу вам не с первой прибавки значит смотрите я провязала 43 ряда по прямой и теперь мы с вами должны будем выполнить прибавки на 48 следующих рядах мы с вами уже это все посчитали и потом на 57 следующих рядах мы будем выполнять уже убавки значит я сейчас нарисую все это дело такими ступенечками у меня всего будет 4 ряда прибавок представим участок так мастер со странной дюбочкой представим участок который я вязала по прямой я сейчас буду рисовать чисто схематически да вот так мы вязали по прямой сейчас мы должны будем на следующих 48 рядах сделать прибавку я нарисую это ступеньками то есть вот так на одну петлю станет больше по переду по спинке и с другой стороны точно так же какое-то количество рядов снова провяжется и снова мы сделаем прибавку снова точно такое же количество рядов провяжется сделаем прибавку это уже третья провяжем сделаем прибавку и провяжем и вот этот участок он получается чуть выше чем первая прибавка до до вот этого момента это 48 рядов 48 рядов дальше смотрите то есть получается если направление у нас вязание вот оттуда да то есть мы идем сверху вниз и это у нас прибавки то есть обычно ну как-то когда распределяешь прибавки или убавки это начинается например если в каждом десятом ряду тут начинаешь в десятом двадцатом в тридцатом сороковым десятом в этом случае на 48 рядах я распределила равномерно эти прибавки но начала прибавлять самого первого ряда на этом участке для того чтобы сейчас расскажу для чего значит давайте я сделала сразу когда вот у меня сорок три ряда было провязано следующий участок с прибавками я для себя сбросила счетчик да то есть начала отсчет сначала и провязала сразу прибавку в самом первом ряду на этих сорока восьми рядах потом прикинула что 48 прекрасно делится на 2 на на 4 до ну или если не делится у вас на ваше число то вы делите на приблизительно да то есть если допустим у вас будет 50 а 4 прибавки вы все равно будете делать в каждом двенадцатом и вот начиная от первого ряда я к этому числу каждый раз прибавляла 12 то есть следующая прибавка у меня была в тринадцатом ряду следующая была плюс 12 до 25 следующая будет в тридцать седьмом вот таким образом дальше следующий этап в 57 рядов на них я буду выполнять 4 убавки точно так же но уже буду начинать не с первого ряда то есть я провяжу какой-то участок по прямой сделаю убавку 2 убавка 3 убавка четвертая убавка и вот здесь у меня останется кусочек для того чтобы провязать платочную вязку но он у нас уже как бы отдельно да вот здесь 10 платочки а вот здесь у нас 57 рядов раз два три 4 4 убавки на 57 рядах 57 делим на 4 это получается грубо говоря в каждом каком в каждом четырнадцатом ряду до если не ошибаюсь 14 умножить на 4 это 56 верно а у нас 57 рядов то есть получается я сделаю убавку в четырнадцатом ряду уже вот после этой линии я снова в нулю счетчик и начну счет сначала здесь 14 дальше 28 дальше получается плюс 14 42 и 56 и получится 57 ряд и просто провяжу по кругу без уже прибавок и убавок и закончу платье свою платочной вязкой вот и все расчеты значит почему мы здесь начинали по прямой да то есть почему мы здесь прибавки начинали с первого ряда а убавки начали с 14 ряда для того чтобы участок где у нас самая широкая точка бедер да то есть вот здесь был по прямой какой-то промежуток теперь попробуем другим цветом соединить все эти точки и посмотрим для чего мы это сделали вот наш переход я соединяю все эти прибавки смотрите здесь у нас участок по прямой и здесь пошло сужение ничего не напоминает по моему отчетливо видно что прорисовывается сюжет силуэт именно расширение бедер то есть вот этот участок нужен для того чтобы вот то есть у нас получается счет за счет вот этого небольшого скажем так фокуса да как раз таки правильное построение скажем так выкройки и вот это как раз таки у нас и будет самая широкая часть бедер да потому что если бы мы делали как раз таки допустим начиная с каждого 12 да ну представьте то у нас бы вот ну в итоге было бы вот что-то типа такой но это условно конечно не так остро но торчало бы явно в боку вот теперь смотрите в принципе мне особо вам больше здесь показывать до конца именно платья не за платье то есть тело платья больше ничего покажу вам сразу и и прибавки и убавки и мы будем вязать тело платья до конца в конце бы я затрону петли самым обычным способом длинный хвост вы можете воспользоваться любым вашим любимым способом закрытия я воспользуюсь самым простым когда я закончу вязание тело платья я обязательно конечно же к вам подключусь мы с вами вместе свяжем рукава платью я наверно один рукав свяжу за кадром и к вам уже приду с последним рукавом со вторым а сейчас я вам показываю прибавки и убавки и мы отправляемся в долгий путь по вывязыванию всей длины платья значит смотрите у меня вот здесь это маркер начала ряда я щас быстренько провяжу до вот этих боковых маке ручка в до которой у меня здесь выделяет с двух сторон центральную петлю в подрезе и покажу вам прибавки сначала итак смотрите значит я вижу пока у меня до первого маркера не останется одна петля я решила не делать прибавки вот сразу маркеров для того чтобы между самими прибавками была не одна петля расстояния а3 и буду делать прибавку из петлю предыдущего ряда я думала что это будет проблемным но если растянуть вязание то в принципе стеночку петли предыдущего ряда можно нащупать то есть вот я провязала и знаете софте такая пряжа если у вас не получится поднять вот здесь петлю то точно получится вот здесь ну или наоборот вот смотрите видно что эта петля которую я провязывал в предыдущем ряду я и одеваю на спицу и провязываю и вот у меня первая прибавка провязываю саму петлю маркер средняя петля маркер петля и с этой стороны делаю прибавку уже вот так вот и мои при бабочки с обоих сторон с другой стороны я сделаю то же самое теперь смотрите что касаемо убавок да то есть ну не сложно же ведь ничего тут я очень хитрого вам не показала что касаемо убавок раз-два секунду хочу сымитировать как будто бы вы пришли снова к регланной линии я конечно это дело потом распущу значит вы провязали весь участок моем случае это все 48 рядов на этих 48 рядах я сделаю четыре раза по прибавки по 2 прилавки с каждой стороны регланной линии у меня прибавится 16 петель в работе и потом когда приду к участку где мне нужно будет выполнять убавки я буду делать убавки следующим образом я буду провязывать до маркера который у меня боковой да пока у меня не останется до маркера 3 петли и потом буду просто вот смотрите маркер так это нужно брать фокус у нас маркер и у меня вот три петельки как вам удобно провязать их вместе так и провязывайте за переднюю стенку провязывается вместе отлично значит здесь представим что мы провязали да просто две петли вместе дальше саму петлю провяжите маркер там будет у вас одна петля еще маркер и теперь после после маркера убавка одна петля и следующие 2 вместе лицевой и все и это будут все убавки то есть как видите я здесь даже наклодов никаких соблюдать не буду будут просто вязать как вяжется как провязывается так и буду вязать вот все это вся наука которая должна была вам сегодня показать как видите ничего сложного платье потихонечку растет скоро и у вас такое же будет вот такая шубеечка выходит все заканчивая с телом и прихожу уже к вам с одним наверное рукавом для того чтобы показать вам как создать второй и платье наше будет готово